здравствуйте дорогие друзья все кто случайно не случайно зашел на мой канал меня зовут джая я профессиональный ведический астролог джотиши ну очень люблю косметику поэтому иногда делая макияж включаю видео и делаю такие home видео домашние видео с моими макой макияжами с моими покупочками с моими разговорами монологами на разные темы и так далее сегодня тоже вот села записать видео правда опять уже вечер скоро стемнеет надо поменьше болтать села раньше но то один звонок то второй звонок хочу вам показать свою новиночку получила тени очень на мой взгляд красивые достойные вот еще их не только посмотрела и поделала сводчи когда их получила получила я их примерно где-то около недельки назад но только сейчас вот доходят до не дай до них руки вот и соответственно хочу вам их показать и сделать первый тестовый макияж скажем так такой маленький тест обзор вот я уже как вы видите нанесла тональный крем пудра нарисовала бровки и межресничку за кадром перед началом съемки чтобы просто сэкономить время что видео у меня длинные как вы можете заметить и время кажется очень дорого поэтому давайте не будем сейчас много говорить если вдруг захочется лучше потом в конце поговорим потому что для макияжа для лучших свочей нужно дневной свет пока он есть давайте будем этим пользоваться так на алиэкспресс в одном чудесном магазине это какой-то новый магазин новый бренд ну как новые но относительно новые но сколько он на алиэкспресс но может быть месяцев 4 5 6 ну то есть он появился в этом 2001 году я приобрела палеточку это палеточка этого бренда она просто приходит вот в такой коробочке этот бренд называется чар массе чар массе называется этот бренд это ихняя палеточка остальные тени у них есть но они как в шайбочках до однушечки я однушечки в общем-то люблю у меня есть однушечки но их не так много и я предпочитаю в общем-то палетки плюс у них однушечки такие дорогие они красивые качественные хорошие я даже видела уже обзоры у некоторых девочек на их не однушечки чар массе и там такие спарклы красивые очень обалденно красивый но однушечка стоит там 700 с чем-то рублей если есть скидка ну 600 рублей но однушечку 600 рублей ну как-то зачем в итоге эти однушечки у меня валяются я люблю все-таки когда палеточка пусть она маленькая но тем не менее палеточка однушечки не совсем люблю я могу купить однушечку если мне она уж очень очень сильно нужна и очень нравится но в основном я люблю палетки и вот у них есть одна палеточка у этого бренда все остальные тенюшки у них они как я уже сказала однушечки и у них есть палеточка вот эта коробочка приходит она в такой коробочке эта палеточка приходит она в таком пыльнички бархатный коричневый пыльничек тоже здесь написано как мы можем видеть чар массе и выбита то есть все как в лучших домах парижа и лондона ничего вам не напоминает чуть-чуть а мне чуть-чуть напоминает как пыльничек из этого tom ford tom ford коричневый цвет кстати я не люблю вот но палетку эту купила потому что качество хорошие отзывы были на нее хорошие и сама палеточка она по размеру как вы видите не особо большая но при этом достаточно оттенки и оттенки как раз все те которые я ношу вот такая размером палеточка а вот ну плюс естественно как вы можете видеть она выглядит очень презентабельно очень презентабельно очень хороший лаковый такой пластик который заляпывается и отсвечивает ну и говорю прям как tom ford не дать не взять то есть вид у нее и она ощущается так в руках достаточно хорошо то есть такой прямо брендовый якобы да скажем так ну хотя чар массе это тоже бренд это не просто паленка какая-то да там или цвет коричневый что только tom ford может им пользоваться ну нет конечно да все кому не лень могут пользоваться этим цветом ну просто показываю как вот она вот она пришла в таком мешочке сразу хочу сказать когда я только получила ну естественно давай все шнюхать мешочек очень отвратительно вонял уж не знаю чем он вонял но он вонял мешочек честно сейчас уже вот почти неделю палетка лежит и она лежит в коробочке а вот этот мешочек лежит просто его просто положила чтобы он выветривался и сейчас спустя вот ну наверно дня 45 ну да сколько палетка у меня лежит как я ее получила вот он лежит выветривается запах есть но меньше потихоньку запах выветривает а то я прям достала прям такой запах твой фу прям очень запах какой-то такой ну химический какой-то хиза как запахи потому что понятно что это замша она ну а наш не натурально этот вельвет это замша она не натуральная искусственная ну не знаю может он где-то рядом на каком складе это все лежало но запах был такой химически отвратительный запах как пластмассы какой-то или не знаю чего даже что это так воняет я не знаю и сейчас вот спустя четыре пять дней как палетка лежит запах есть но меньше гораздо меньше гораздо меньше но запах есть я думаю может ее постирать сегодня и запаха вообще не будет вот ну а палеточка выглядит очень красиво очень презентабельно очень классно вот здесь написано чад массе то есть все замечательно ну и давайте посмотрим саму палеточку защитная пленочка зеркало все есть по сводчам качество изюмительное девочки по сводчам качество палетки изюмительное красивейшая палеточка вот даже вот так вот вы ее открываете пластмасс хороший дорогой из чего сделана палетка зеркало хорошие рефиль чеки хорошие оттенки красивые качество красивое то есть 100 баллов девочки палеточка выполнена по качеству по цветовой гамме ну пока я не буду по цветовой гамме те кто любит именно такие оттенки да здесь больше такая теплая гамма вот здесь такие оттеночки салатового хаки зеленого коричневатый коралловый вот и вот эти украшал очки блестял очки есть черненький ну то есть и дневной и вечерний макияж и спокойный в офис и на фестиваль какой-либо да на праздник на фестиваль можно выполнить макияж этой палеткой палетка красивущая вот вы ее открываете она красивущая ну и палетка вот чем палетка пахнет ну пластмасса ничем не пахнет сами тени ну еле 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 есть какой-то запах но это опять же запах ну наверное талька или то есть запах не вонючий запах не противный не вонючий специальной какой-то косметической отдушки здесь нет здесь просто запах вот именно вот только вот запах видать вот этих всех ингредиентов из которых сделана эта палетка но запах не противный нормальный напали ну вот эта штучка воняла конечно очень тем более у меня достаточно повышенная чувствительность вот сама палеточка девочки вот такая раскладочка вот такая палеточка вот зеркальце и вот такие красивые тенюшечки вот камера передает она в общем-то передает оттенки вот белый день на улице а вот вот такой чар массе девочки у них одна палеточка остальные однушки вот палеточка постоянная цена палетки как я заметила ну что я эту палетку в корзину положила месяца три назад я ее положила в свою корзину на алиэкспрессе месяца три назад и смотрю цена была 1400 1368 1400 1368 я думаю ну палеточка красивая но у меня этих палеточек тогда хренище что как-то дороже чем за тысячу я ее покупать как-то вот не хочу думаю подожду думаю никуда же она не денется да и я пока никуда не деваюсь и краситься мне есть чем думаю подожду вот будет она там тысячу ну тысячу чуть-чуть с копейками я ее возьму если будет также 1400 брать не буду девочки вот прошло вот эти три-четыре месяца прошли и тут недели когда ну где-то с месяц назад я смотрю на эту палетку была акция и акция составляла она стоила 1080 рублей 1080 рублей по акции то я думаю аллилуйя надо брать я же так как говорится в своем уме сама с собой также и договорилась что если она будет тысячу с копейками то я возьму а вот ну и вот как только я увидела что по акции эта палеточка 1000 рублей 1080 рублей грубо говоря 1000 рублей то я ее заказала и неделю назад она шла недели три вот доставка хорошая все пришло хорошо запаковано все целости сохранности еще еще чермосе положил мне какой-то буклетик с их ними фотографиями но что-то я не помню куда я этот буклетик всунула не помню девочки короче три недели шла палеточка вот около недели назад я ее получила вот что могу сказать палеточка красивенькая да то есть не стыдно взять показать пользоваться приятно то есть она вот держать в руках и и очень приятно пластик все хорошо сделано хорошо девочки на мой взгляд за 1000 рублей отличная палитра отличная палетка и качество по крайней мере по сводчем качество тоже отличное вообще суперская вообще у меня всегда вопрос если за тысячу рублей можно сделать такую классную крутую палетку то почему другие бренды свои палетки такие бренды там уже именные продают их там по десятке я не понимаю и ну как я понимаю я просто к слову говорю что не понимаю но я понимаю что там идет чисто накрутка на за бренд за имя за амбиции за жадность и так далее я просто говорю что раз там грамм этого цветового вот этого порошочка на который мы мажем глаза можно купить за 1000 рублей тем более вот сколько здесь цветов то 4 на 3 12 цветов 12 шикарных цветов здесь матовых кстати только 1 2 3 4 здесь только 4 матовых оттенка а все остальные это украшал очки либо сатин либо вот эти спарклы аду а хром чеки здесь есть мы сейчас цвета посмотрим сводчи поделаем девочки ну на мой взгляд очень красивая палеточка очень действительно вот так вот знаете вот если кому-то дать можно подумать что она стоит тоже десятку вот и вот кто бы не вот если вы дадите человек он не будет знать что такое чар массе там да и даже а вот просто так вот в руки дать и сказать как ты думаешь сколько стоит эта палетка он вот так вот посмотрит посмотрит откроет ее да вот посмотрит всю эту красоту посвочит он скажет ну ты тысячи семь восемь не меньше она выглядит так да и качество такое же девочки ну вот эта палеточка мне досталось за тысячу восемьдесят рублей я этому очень рада почему потому что мне нравятся такие палетки которые небольшие компактные но при этом естественно есть и оттенки ходовые которые можно и днем сделать и ночью и есть матовые и украшения из и сатин то есть как говорится мне нравится когда палетка универсально либо почти универсально и меня именно кажется для меня для моих потребностей это палеточка удовлетворяет всем олив потребности потому что я вижу что здесь я смогу сделать и во первых тут все оттенки которые подходят для моего теплого цветотипа здесь я могу сделать естественно и вечерний макияж и дневной макияж и обеденный а вот и и яркий блестящий там карнавальный и спокойный то есть ну честно говоря и холодненькие девочки тоже здесь могут сделать почему нет допустим вот эти теплые коричневатые коралловые цвета они очень хорошо подчеркивают холодный голубой цвет глаз они их голубее делают вообще кто это придумал вообще кто там что подчеркивает не знаю у меня есть и холодные оттенки вроде бы как по цвету типу я теплая да у меня там русые с рыжиной волос у меня зеленые теплые глаза хаки лицо в веснушках но однако же я иногда делают макияж холодными и там коричневыми всякими такими оттенками и синими и голубыми и нормально смотрится и розовые румяна холодные боли и персиковые нормально смотрится все от настроения зависит ну вот такая палеточка девочки давайте сводчики поделаем будем по очереди до делать сводчики вот начнем сверху с верхнего ряда и будем так вот двигаться поделаем сводчину а потом макияж этот оттенок кажется якобы белым до девочки вот этот оттенок он кажется белым но на самом деле он не белый у него прозрачная база а уже эта база дает как этот цвет сине-фиолетовый то есть вроде бы белая база но он дуахромит сине-фиолетовый вернее даже не синяя голубо-фиолетовый дуахромит я думаю этим оттенком можно подсвечивать уголок глаза и также либо хайлайтер либо подбровку делать хотя кажется что там синий-фиолет но он знаете такой он же не темно-синий и фиолет он как только блик такой дает видите вот он то есть для подсвечивания уголка но блик он дает больше конечно прохладные чем теплые видите да девочки вот он так ну дальше у нас идет оттенок чисто оттенок слоновой кости видать для ой 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 девочки настолько мягкий настолько хоро и прямо так трогаешь и прям аж девочки это обычный бежевый оттенок матовый когда нужно просто вот для растушевки ввести в кожу тон под бровь просто припудрить века если там консилер или тональный ну просто белый цвет его даже не видно ну что вы видите как она сделана вот смотрите вот здесь матовые тени только вот этот бежевый коралловый тепло коричневый и черный только вот эти четыре цвета они матовые все остальное это либо дуахромы либо спарклы либо там сатинчики и либо металлики до несколько видов так поехали дальше вот этот оттенок вы поняли да этот такой прозрачная база но дуахромит вот как вы можете видеть вот он такой тон и в розовый дуахромит где вот он вот он здесь вот он этот тон у нас слоновая кость просто для тушевки для этого следующий оттенок у нас идет очень красивый он конечно тут бликает разными цветами ну вот он такой вот девочки очень красиво я даже он знаете это это украшение цвет сложно описать выглядит он конечно как как будто золото зеленый золото зеленый невероятной красоты оттенок я даже вам не знаю как его показать давайте вот здесь ряд мой очень красивый это это конечно на вечер по можно и на день конечно а можно конечно и на вечер как украшение макияжа но он девочки вот он такой невероятной красоты жаль нету какого-то специального освещения девочки но я думаю я когда буду делать видео о моих покупочках я естественно уже как-то придумаю может какое освещение чтобы полностью как-то передать красоту но это чисто украшалка это то ли спаркл то ли чего и цвет такой знаете и зеленое золото цвет зеленого золота очень красивый девочки вот он видите он тянется даже как я говорю качество девочки качество наверно даже лучше чем у пэтмоград вот я вам серьезно говорю а цена сами понимаете очень доступная это вот этот вот оттеночек вот он и давайте этот оттенок следующий следующий оттенок он знаете как такой он жирненький но это уже он больше как сатин и он такой кстати он для румяны подойдет такой знаете персиково-розовый оттенок персиково-розовый оттенок то есть теплая роза теплый розовый с золотыми вкраплениями блестках на ощупь он как такой жирненький сатинчик наш оргазм такие румяна были да он теплая розовый золотом видите девочки видите как тянется сводч игре он даже для румяшек подойдет вот если вдруг румян рядом не окажется можно взять этот оттенок и просто пальчиком себе сделать как румяшечки будет будут красивые такие персиковые румяшечки с золотым уже свечением красивые девочки очень красивый так это первый ряд поехали дальше берем оттенок вот этот теперь который второй ряд он выглядит здесь как будто он такой серебристые девочки ведь он выглядит вот как будто он серебрист и да сейчас мой девочки он мягкий表示 мойка и так по виду вот смотришь на него холодное серебро вот если так вот на него смотреть в палетки на пальцы если на него смотреть холодное серебро по чтобы нам выдаст на сводчи на сочи он тоже нам выдает такое холодное серебро нам выдает девочки но оттенок очень такой нежный очень шелковистый очень тянется очень приятный на ощупь прям сама нежность прям реально как вот восточная нежность девочки даже вот так смотрите красиво 2 девочки очень такие тонкие красивые оттенки очень так вообще шикарно следующий следом после после него оттенок идет вот такой коралловый девочки боже вот знаете вот настолько вот мягкая и гладенькая вот как тончайшая вуаль вот я не знаю как это еще сказать это такой обычный коралловый оттенок да это видать для складочки оформить как бы все вот это вот вот такой коралловый цвет девочки вот он такой теплый приятный коралловый цвет так следующий рядом с ним оттенок идет но он по виду такой светлый зеленый салатовый вот он такой красивый зеленый салатовый светлый салатовый оттенок так ну куда нам давайте сюда девочки тоже мягкий мягкий на ощупь мягкий приятный прям шелк-шелк девочки но это тоже как украшал очка смотрите дает дает такой видите как это сказать влажные влажный блик такой дает влажный блик дает видите да вот он здесь прям вот вот на косточке здесь у меня он нарисован такой приятный светло салатовый но теплый больше знать как салат с горчичкой такой вот цвет и вот он дает такой вот блик прям узнаете будет века такое выглаженная с мокрым таким как свечением очень красиво давайте теперь на этой руке рядом это вот этот оттеночек вот этот но он не вообще здесь идут такой светло какой-то такой зеленое золото потом желтое как и как зеленый с горчичкой идет более темный видите так мы поедем дальше вот здесь вот этот последний оттенок так по виду он кажется розовым якобы но видно что он дуа хромит это тоже мягкий мягкий на ощупь оттенок видно что он дуа хромит вот сейчас мы посмотрим кого что он нам выдаст но видно что он дуа хромит такая короче все в восточном стиле оттенки мягкие гладкие хорошо тянутся тушуются отличное качество но при этом да но при этом пигментация вот вот этот оттенок ведь он так на он такой как блик такой розовый дает для невест наверно да и не для невест а вот но при этом это такая вот восточная нежность все деликатно красиво нету то есть пигментация не бешеная просто вот все хорошо втушевывается дает тот оттенок который дает все нежно красиво гладенько деликатно но игру восточная восточная красота так давайте возьмем следующий оттенок наши ведь они так разложили оттенки смотрите как они интересно вроде бы как будто белый серебристый черный бежевый коралловый коричневый золотое зеленое золото золото с горчичкой такое желтоватое золото с горчичкой темно зеленый розовое золото более холодная роза теплая розовая цвет холодный такой розовый блик да и и такой цвет ягодный да это называется ягодный то есть видите как они по цветам сделали вот это разделение тоже но давайте вот этот ягодный теперь попробуем очередь дошла до него ягодные цвета вот знаете вот просто носочек мне нравится но ягодные макияжи я никогда не делала потому что они такие уже как бы ягодный красноватый когда вы здесь ягодные красные не знаю может мне пойдет надо как-нибудь сделать макияж в ягодных оттенках посмотреть но как-то вот не знаю когда вот это тут все красное такое как-то я не очень люблю но оттенок сатиновый очень красивый видите вот если так он тепло красный а вот если так уже идет вот этот блик такой видите как будто дуахромит видите какой красивый игру палетка потрясающие девочки за тысячу без 80 тысячу 80 рублей ну и что зачем нам этот в том форт если есть такие крутые китайские косметологи так рядышком с ним идет оттенок такой зеленый но это тем такой темно-зеленый хаки оттенок и он сатиновый девочки он давайте мы его сюда нанесем он такой знаете как полуматовый полу сатиновый зеленый зеленый хаки оттенок такой красивый благородный хаки но я думаю знаете этим хаки можно сделать и стрелочку и смоки и просто стрелочку на верхнее веко стрелочку на нижнюю затемнить уголок потому что он достаточно такой пигментированный этот этот хаки зеленый он не сильно сатиновый то есть блеска в нем не так много то есть он такой знаете то есть сатин есть в нем но такой он такой матово-сатиновый поэтому и можно и стрелочки сделать и уголок затемнить и как смоки на все века темный такой оливковый хаки хаки оттенок девочки теплой хаки я люблю хаки оттенки я вообще люблю все оттенки зеленого это вообще мой любимый цвет зеленый бирюзу люблю все оттенки тоже там индига синий люблю но вообще мои два любимых самых любимых цвета это синий и зеленый и уже их new там производные всякие оценки на третьем месте на фиолетовые все оттенки фиолетово то есть синий фиолетовый зеленый это то есть это мои любимые цвета красный желтый оранжевый я уже не так сильно люблю а фиолетовый голубой синий зеленый и все их оттенки разного рода это моя любимая гамма вот такой красивый девочки так ну а дальше у нас идет коричневый матовый как вы видите вот он обычный коричневый такой знаете как молочный шоколад оттенок ну очень красивый очень красивый молочный прям шоколад оттенок девочки очень красивый тоже на ощупь тенюшечка мягкая хорошая приятная вот хорошо наносится пигмент есть растушевывается смотрите какой хороший коричневый как верблюжья попочка такой красивый оттенок а вот верблюжий действительно цвет такой знаете так ну и черный на ощупь тоже очень мягкий на ощупь очень мягкий хорошо пигментированный растушевывается черный цвет ну вот девочки девочки что могу сказать отличное качество хорошее очень потрясающе даже вот кажется у моей как обычно вот это нытье алиэкспресс фу там а чё за бренда да не знаем бренд без роду без племени почему написано бренд чар массе выполнено все круто все классно пластик то пластик а качество качество и оформление зеркала хорошую качество и оформление палетки девочки и подбор вообще вот цветовое решение все разложено по полочкам цветовое решение качество таких красивущих оттеночков вот эти украшал очки все вот очень красиво потом в моих покупках еще подробно посмотрим так темнеет давайте делать макияж то не успеем так а что мы сделаем сегодня у нас понедельник день луны а луна это серебро луна это серебро это белые цвета может быть серебра серебряный макияж нам сделать даже вот не знаю тут вот есть как раз такой серебристый правда это холодная но подкупту давайте сделаем так давайте возьмем тогда коричневый оттеночек вот этот тепло коричневый шоколад оформим складочку ну просто оформим скажем так форму вообще макияжа ну попробуем просто попробуем девочки если что не осуждаете сделать вот в серебристых то есть вот этот серебристый спаркл вот эту сияшечку серебристого цвета давайте попробуем с макияжик чисто в честь того что сегодня у нас день луны луну курирует чандрадеф то есть луна и ее цвет это серебро поэтому ведь я в белом и в серебристой кофточки давайте попробуем посмотрим что получится в следующих макияжах попробуем другие цвета сейчас что-то этот хочется так мы просто вот вот этим коричневым цветом матовым делаем форму форму просто карта этого макияжа девочки но цвет прям такой хороший оттенок очень хороший такой ореховый знаете ореховый или как цвет молочного шоколада или как ореховый оттенок растушевывается хорошо хорошо без пятен как вы можете видеть очень хорошая палеточка вообще можно сказать люкс девочки но она на люкс тянет это сто процентов она тянет на люкс сто процентов игру так вот в руки дай человеку скажи сколько стоит вот если бы я вот по себе как раз осужу да вот если вы мне дали сказали сколько стоит я бы подумала ну тысяч шесть семь точно точно столько стоит девочки очень хороший очень красивый оттенок хорошо тушуется и пятен нету очень красивый коричневый оттенок так я я взяла маленькую такую кисточку ну как маленькая как лопаточка ведь такая будем брать вот этот серебристый цвет сейчас я немножко почищу это будем брать серебристый цвет и на все верхнее веко ложится такую чуть-чуть клеопатру сегодня сделает если получится кисточкой набираем хотя такие оттенки я конечно люблю набирать пальцем они тогда лучше ложатся лучше выглаживают все кисточкой но так это давайте пальчиком ладно потом кисточкой вот видите вот как пальцем она ложится пальцем намного лучше держи давай потеряем ты ты такой дает знаете как такое зеркальное немножко такое свечение как металлик такой металл серебро девочки здесь много набрала зацепила ногтем девочки очень приятно прям такое стальное красивое серебро очень очень сейчас поправим так у меня есть межресничка но давайте мы не будем трогать карандаш давайте мы моей такой вот кисточкой черным черным оттеночком сделаем стрелочки давайте тогда я думаю что этим черным оттенком можно нарисовать стрелочки если нет карандаша и можно нарисовать их либо сухим способом такие дымчатые стрелочки сделать либо влажным способом можно сделать что пигмента здесь черного как бы его достаточно чтобы сделать эти стрелки то есть он достаточно черный как вы можете видеть длинные стрелки сделаю я все равно дома никуда не пойду а если пойду продать подотру но просто хочется чтобы показать побольше оттенок давайте сделаем такие прям стрелки такие большие как у клеопатры прямо простите девочки за молчание просто тонкая же работа понимаете да жаль мне опять не хватает света задержали вот хотела пораньше погода была хорошая солнышко много было дневного света но у меня задержали уже видите получилось выйти как получилось влажный влажный способ пробую девочки слюной смачиваю кисточку но я эту продавать палетку не буду поэтому как говорится могу туда лазить своей слюной хочу чашку воды с собой брать что ли когда делать этот макияж я когда влажным способом делаю я так делаю я думаю многие так делают просто не признаются но я делаю так хотя у меня есть там этот как жидкость как она называется этот закрепитель макияжа а фиксатор макияжа фиксатор макияжа можно до опустить в фиксатор макияжа и потом сюда но это надо лезть доставать этот фиксатор макияжа мне проще так кто там может это выглядит на камеру не совсем эстетично как есть такие мы же в жизни также делаем что-то на камеру там выделываться ну что стрелочки очень 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 большие получились так теперь предлагаю нижнее веко сделать стрелочки вот этим зеленым цветом зеленым оттенком сделать стрелочки ну чтобы стрелочка была чтобы она не была прям такой черной яркой а просто зелень до так так мне лампочку свои девочки коробочка с покупками надо отснять видео для покупочек сейчас мы включим лампочку потому что может вы видите а я уже ничего не вижу не задержали меня с этой с этими и так не приходится так а что это такое так а что у нас тут показывает ой девочки как красиво как красиво свет включили девочки как же оно сверкает посмотрите лампочка покажи лампочка покажи всю красоту ну вот электрическая лампочка видите вот это видите как она это показывает правда в жизни это гораздо я гораздо ярче и гораздо красивее смотрится вот но тем не менее так давайте зеленым сделаем нижнюю стрелочку да тоже будем смачивать что если тени матовые конечно можно им стрелочку сделать но они будут не так ярко видны а если смочить влажным способом то это будет ярче такую двойную стрелу она черная другая зеленая девочки это серебро очень блестит в этих оттенках ну и в серебряном там много много блесточек вот как россыпь бриллиантов и это все очень сверкает очень вот электрический свет ну и видать когда солнечный свет будет падать днем то есть это все там миллиарды этих блесточек я говорю такое ощущение что бриллиантики такой прям бриллиантовый блеск дает очень красиво вот здесь сделаем стрелочку цвета хаки конечно это все нет надо как-то умудряться мне все-таки более дневное время делать более дневное время делать макияж потому что это и мучение для меня и я не вижу как там идет оттенок ну и скорее всего вам тоже не особо там это да приятно такие видео просто девочки честно отвлекали по работе клиенты поэтому села вроде барана только писать и тут раз звонки клиентов понимаете да так даже вот сейчас тоже думаю вот слышу же так сейчас я прервусь как говорится нас на паузу поставлю потому что мне надо ответ дать девочки а вот по работе сейчас секунду девочки так девочки я вернулась надо было ответить опять же клиентки вот так что я могу сказать макияж мне не особо нравится потому что в потемках красится я не вижу где чего вот так уже как говорится на ощупь наугад но тут дело-то цель у меня была не именно там красиво как-то накраситься да там я никуда идти не собираюсь сижу дома просто хотела вот видео отснять чтобы как-то показать вам палеточку да вот потому что на мой взгляд видя как она работает да видя вот эти сводчики на ощупь ну такое у нас тестирование видя вот эту всю красоту да и как она там тушуется наносится девочки на мой взгляд мое мнение скажем так вердикт для этой палетки очень очень красивая очень презентабельно выглядящая очень красивая палеточка девочки очень вообще мне очень нравится поэтому буду ею пользоваться а даже когда закончится то в эти рефильчики буду прессовать может быть там какие-то однушки на прессую знаете можно купить однушечек потом их просто перепрессовать сюда или там переложить вот ну что даже просто она небольшая достаточно компактная с собой брать ну и непосредственно вот эта вся гамма и вот это все качество вот это все мне очень нравится то есть приятный красивый конечно макияж ею можно сделать очень презентабельная классная палеточка девочки почему воняет от нее мешочек непонятно может быть это они так лежат на складе и воздуха нету на этом складе да и может поэтому она там как-то заванивается ну сама палетка девочки презентабельно выглядит очень красивая очень такая милая ну и конечно же отличное качество действительно очень хорошее и матовое и качество вот этих всех оттенков там знаете прямо россыпи знаете вот мелких-мелких вот этих блесточек ну как это называется спарклы да это спарклы называется или как это называется не знаю ну что кто-то говорит шиммеры кто-то говорит спарклы кто-то говорит топеры ну вот в этой палеточке есть все и топеры получается есть и спарклы есть вся вот эта красота есть палеточка красивая мешочки мешочки я обожаю а если он еще вывод вы выветрается до конца вообще будет хорошо что такое он даже вот даже сейчас полежал еще без коробки уже уже меньше запаха даже вот сейчас он полежал сколько час и уже запаха нету ну прикольно так что девочки вот такая палеточка в моих покупочках еще я покажу кому будет интересно сейчас так так давайте нам нужно накрасить реснички да а девочки хочу открыть это моя новиночка купила на где я ее купила в магнит косметикс это как она называется это от эвелайн эвелин ну да эвелин биг волюм биг волюм реальный шок отзывы были хорошие именно такую от эвелин я ни разу не пробовала ну вот решила взять попробовать тем более там как раз скидка на нее там какая-то шла 20 процентной как у них бывает по определенным дням поэтому взяла думаю попробую посмотрим какой там биг волюм который нас шокирует вот честно скажу упаковка нормальная я имею цветовая гамма там орнамент черненький мне это нравится мне не нравится когда тушь вот такая пузатенькая то есть когда вот это она такая как говорится пузатенькая да вот это мне не нравится такие пузатенькие туши я не очень люблю ну так все ее хвалили по отзывам хвалили хвалили и как говорится была скидка я думаю ну ой думаю почему бы не взять ладно уж на эту упаковку пузатенькую главное чтобы тоже была хорошая правильно девочки а то бывает упаковка красивая тушь кака здесь такая маленькая хорошенькая кисточка силиконовая давайте попробуем накрасить посмотрим как будет я уж тут ничего не вижу из-за этой темноты конечно ну вообще туши от эвелайн у меня была 4d несколько раз брала брала варьете у вивьен сабо есть кабаре а у эвелайн есть варьете девочки тушь один в один как кабаре только эвелин оно дешевле а так по качеству даже по внешнему виду абсолютно одинаковые абсолютно но хорошие ну скажем так туши нормальные от эвелайн такой красивый девочки серебристый но он переливается разными цветами это серебро это очень красивые тени конечно очень знаете вот эти блестки их много да прям но они настолько мелкие вот как пыль то есть они не грубые то есть это не грубый какой-то дешевый шиммер нет это прям вот видать перемолотые прямо в пыль вот этот материал из чего они делаются поэтому они такие нежные красивые деликатные такой вот нарядные так вот и 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 бывает иногда приходит вместе на в один день что-то вместе с этими тенюшками пришел мой помада-бальзам тоже заказывала на экспресс это другая фирма абсолютно просто в один и тот же день пришли просто я же вам его не показывала и сама еще даже не пользовалась поэтому хочу показать и первый раз накрасить заодно посмотреть вместе с вами этот это такая увлажняющая помада-бальзам там есть цвет достаточно бюджетно стоило что-то около 100 рублей но выглядит очень хорошо просто я беру достаточно много беру таких помада-бальзам для увлажнения убрать в наших каких-то магазинах какую-то помадку-бальзам 200 рублей около 200 рублей на валдересе тоже алиэкспресс единственное место по крайней мере которые я знаю где можно вот эти помады-бальзамчики хорошего качества но взять в районе так 100 рублей плюс минус 100 рублей поэтому я беру разные всякие смотрю чтобы упаковочка была такая более-менее красивенькая все равно же приятно когда красивое оформление ну и плюс до чтобы выполнял функции так много слоев делать не будем вот я пару раз макнула первый чуть-чуть якобы второй слой посмотрим что делает эта тушь потом уже тоже ходила в магдин же там кое-что купила ее купила а это хотела сначала в покупочках показать но от сниму видео может быть сначала от сниму видео потом уже вот сейчас только открыла пробую именно такую пузатенькая я не люблю когда они пузатенькие вот эти она и места много занимает ну да были неплохо но все равно я такие пузатые не особо люблю я люблю изящные тоненькая коробочки так давайте так посмотрим да на эту тушь как она нам что она нам там дала разделение хорошее ну да так чуть-чуть удлинила разделение хорошее ну то есть надо будет попробовать потом как говорится еще один слой еще один слой но я думаю ею можно наслоить и сделать хорошие реснички как они пишут но я сейчас не хочу на ночь глядя наслаивать там куча слоев ну так по виду реснички выглядит ухоженно красиво без комков без паучьих лапок без комков они прямо ресничка крестички она их хорошо расчесала достаточно хорошо расчесала и на данном этапе чуть-чуть удлинила прям особого объема после такого одного раза нету просто чуть-чуть прокрасила в черный расчесала чуть-чуть удлинила слишком сильного объема нету бегать для объема надо еще на и на 1 надо еще на и на 2 3 слой сделать для объема ну а те они конечно это бликают красиво бликают таким влажным то есть если если приблизиться то видно как ну что блесточки а при более таком расстоянии чуть-чуть она как вот влажный блеск тени дают ну короче тенями то я довольна очень-очень цена всего лишь 1000 рублей на тени шикарные намного лучше кстати чем мы шанель dior девочки вот эти намного лучше что я тут опять на днях была у меня два-три назад было это уходила в ленту у нас супермаркет не супермаркет а такой торговый центр большой есть и там есть и продуктовая вот эта лента есть разные бутики и там у нас есть этот летуаль лореаль летуаль девочки каждый раз я туда захожу думаю ну может что-нибудь куплю и каждый раз ничего не могу купить там именно люксовое что-то там же у нас есть и шанель есть и christian dior есть и все эти кларанцы все это есть я в очередной раз в который раз посвотчила шанель посвотчила dior ничего мне не понравилось в очередной раз я опять ушла вот эта палетка вам заменит и весь dior и весь шанель серьезно этот шанель там этот dior я свотчую ну вообще не нравится девочки вообще ну вообще я говорю вот эта палетка в сто раз лучше так девочки купила я вот такой бальзамчик на алиэкспресс вот такая от него упаковочка хорошая сам он выглядит смотрите как презентабельно красиво тут цветочки розочки нарисованы называется вот так вот его название или бренд это или фирма вот прочитайте кто может если видно такой вот бальзам увлажняющая помада бальзам для губ девочки пластмасс хороший выполнено все красиво все презентабельно красиво вот цвет вот такой темный я взяла там разные оттенки много оттенков 8 наверное оттенков я выбрала такой оттенок потому что я подумала раз бальзам увлажняющий то есть не какая-то глухая матовая помада то оттенок будет прозрачный так это у меня оттенок 01 да это у меня оттенок 01 вот но там 8 цветов насколько я помню видите он такой темненький это он ярко кстати на лампе он ярко смотрится в жизни он смотрится прям таким темно-бордово-коричневым просто на лампе он выглядит немножко темнее так сейчас давайте на рукой здесь я нанесу оттенок блестит такой влажный и очень смотрите вот такой оттенок видите на руке но это при лампе мужчина его видела днем он такой бордово-коричневый бордово-коричневый оттенок но видите как он бликает но что это увлажняющий бальзам помада ведь какая влажность вот цвет такой пахнет приятно легкий такой приятный какой-то аромат не могу сказать что не чувствовала раньше такого запаха не фруктами ягода нет просто какой-то легкий приятный такой косметический аромат очень легкий очень-очень у кого чуть-чуть есть у кого не острая чувствительность тот даже не учувствует давайте попробуем выглядит красиво девочки прям очень презентабельно как будто что-то дорогое но он стоил там что-то 106 рублей и что-то такое девочки как масло но здесь наверное вот судя по нему вот как он здесь блестит какой блик и вот сейчас я мажу девочки такое ощущение что я зачерпнула сливочного масла и смазываю им губы вот точно такое же ощущение как будто я масло зачерпнулась и смазываю губы здесь на нам масел много ну что прям вот я мажу и прям маслом масло я не знаю дает он тинт не дает он тинт это мы посмотрим но если еще и тинт будет давать то я буду повторно его заказывать потому что я люблю когда помада потом затем поставляет и даже когда вы покушали попили и губы немножко протинтован и то есть есть цвет на губах то лично мне это нравится девочки масло масло прям ну так приятно вообще очень приятно масло масло достаточно много продукта девочки очень хорошие ну как мне нравится скажем так вот тоже видать какая-то фирма судя по всему судя по названию по упаковке по всему просто видите китайцы не ставят такие заоблачные цены на свою продукцию я думаю скорее всего что это либо заводская какая-то какой-то заводской такой бренд я не думаю что он час мысль частные бренды там же личное эго присутствует пэтмоград палетка 10000 шарлотта тилбери это частные бренды скажем так поэтому они там ломят цену за свой эгоцентризм а когда обычная заводская какая-то косметика но при этом хорошего качества вот пусть китайская заводская да какая-то компания косметическая все сделано красиво помадочка оформлена красиво привод масло масло на губах красивые такие оттенки понравился очень посмотрим оставляет тинт или нет я люблю когда тинт ну что мои губы они это в покупочках нужно вот уже показать это более подробно что хотела сказать нравится когда тинт оставляет потому что губы свои у меня не особо яркие да и не ярко очерченные то если помада сходит и губы чуть-чуть протинтованы то мне нравится что губы как-то но они не бесцветные да давайте сейчас вот я стерла видите стерла тинт чуть-чуть есть видите не яркий тинт но есть вот я стерла девочки тинт есть легкий очень легкий розовый тинт видите на но это здесь кожа у нас грубее на на губах она более да у нас кожа тоньше ну такой легенький тинт даже если останется но так это помада она прям игра на прям влажная масляная чистом то есть абсолютно не долгосрочная нет это так вот нанести там допустим дома быть либо даже если на улицу то надо понимать что есть в этом на улице где-то будете говорить много кушать это то она сойдет и только оставит тинт ну такой слабенький но ощущение приятной там так было написано что это бальзам бальзам помада увлажняющий бальзам помада что будем оформлять лицо даже не знаю чем его сегодня оформлять своей вот этой палеточкой оформлен мне понравится она очень так где 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 открывается помадочка тоже брала на алекс от помадочка палетка для лица брала также на алиэкспресс девочки чудесная чудесная стоит двести там восемьдесят шесть или двое двести восемьдесят пять рублей потрясающим так ну сначала хайлайтер возьмем на полируем себе здесь я видела многие девочки у многих девочек тоже она есть все довольны абсолютно и выглядит красиво и качество отменное даже иногда лучше чем этих люксовых западных брендов серьезно так румяшки здесь такой теплый теплый персик это хорошо спрессованный то есть долго продержится потому что знаете как бывает экономят легко очень легко прессуют и ты так пару раз и за месяц продукта нету эстрада этим отличается у них пудры и вот эти все их не хайлайтеры девочки месяц и нету продукта очень легко прессует очень такое рыхлая у них это а здесь прям прессовка такая хорошая у меня кисточка конечно это мягкая но зато увидите не переборщите оттенок хороший такой персиковый ну и этот контур контур а-ля бронзир контур а-ля бронзир сегодня видите у нас видео такое без каких-то нравового учения и нотаций хотя как говорится хотела кое-что сказать но даже не думаю не знаю жаловаться вам не жаловаться скажем так на профессиональные будни астролога потому что почему жаловаться девочки ну что понимаете вот люди по крайней мере у нас в россии они толком не знают что это да как бы что такое ведическая астрология но вообще что это астрология что это они до конца не знают многие думают что это лженаука девочки как наука о карме а автором закон на кармы является верховная личность бога и астрология это наука об этом законе может быть лже наукой вот объясните мне кто-нибудь если кто знает понимаете нашу вселенную все другие вселенные создал бог верховная личность бога все события явления процессы жизни всех живых существ они курируются отслеживаются благодаря закону кармы ну карма можно на русский перевести как судьба понимаете закон бог все это создал и создал закон благодаря которому пока по которому уже здесь все реализуется делается и так далее то есть бог лично сам не следит за всеми подряд за личной мышкой какой-то за мышкой за котиком за собачкой за каким-то васи петь и там марусей он лично не следит не сидит бог создал мир все вселенные галактики создал законы создал к этому всему своему творению закон кармы по которому уже здесь все как говорится происходит реализуется и так далее и вот астрология это наука понимаете наука об этом законе его создал бог не сами астрологи поэтому то что как это может быть уже тогда быть лженаукой что бог лжец понимаете люди во первых от своего невежества они не знают об этом плюс естественно эти знания считают лживыми а тех людей которые работают в области этих знаний считают шарлатанами недостойными оплаты этого труда и каждый раз вот сколько лет я это изучаю сколько лет я консультирую а это уже 22 год пошел я сталкиваюсь с тем что просто с постоянными оскорблениями сталкиваюсь на такую тему типа а вот возьмите мне тут посмотрите там это я говорю хорошо я посмотрю записывайтесь на консультацию оплачиваете я все вам посмотрю а чё это платно а тебе чё в западло посмотреть я говорю понимаете чтобы мне посмотреть как вы говорите я на данный момент уже потратила 27 лет жизни изучения этих знаний а потратила означает я потратила свое время свои деньги свои нервы и так далее и т.п. плюс опыт то есть у меня стаж уже 22 год пошел стаж консультирования и что мой стаж мой опыт и все мои знания которые я собирала копила изучала на протяжении 27 лет оно ничего не стоит я должна просто сесть и вам что-то там посмотреть я говорю поймете это для вас посмотреть а для меня посмотреть и увидеть означает применить во-первых все свои знания весь опыт и так далее плюс на этот просмотр потратить время пусть даже пять минут но это пять минут моей жизни моего времени и если они вам нужны вы должны это оплатить и когда я это объясняю что я слышу в ответ да ты жадная да тебе только нужны деньги блин ну у меня вопрос а остальные люди выполняя другую какую-либо работу они что бесплатно работают почему менеджер который сидит там где-то на фирме или продавец за своим прилавком который просто сидит и ждет покупателя он что не работает он что за бесплатно это делает у нас что жизнь бесплатная или консультации также доктора там юриста сантехника или еще кого они что бесплатны нет но почему-то астролог особенно вот это у русских людей астролог это это какой-то человек который бесплатно должен обслуживать все твои вот эти кармические дела вот где-где а уж здесь то точно бесплатного не может быть потому что даже тот же законы кармы говорят что в этом мире халявы нету в этом мире существует закон сохранения баланса ты можешь что-то получить только тогда когда ты что-то отдал более того если ты что-то получаешь бесплатно ты становишься должником а долги это очень плохая карма это шестой дом гороскопа и быть должником астрологу это вообще бед карма представляете в обязанности астролога не входит обслуживать бесплатно население это тем более это очень тяжелая работа это работа с кармой причем люди всегда приходят только тогда когда у них проблемы никто с радостью никогда не приходит все всегда приходят с проблемами и они и плачут на консультации и орут и ой и вообще и всех проклинают как им плохо жить и все остальное прочее и у астролога две обязанности прочитать гороскоп правильно честно дать честное знание о судьбе человека по тому вопросу о котором он спрашивает и дать средства решения этих проблем то есть решения плохой кармы у астролога нет обязанности бесплатно обслуживать население и тем самым за вот это бесплатно нужно брать на свои плечи чужую карму и из своих клиентов делать своих должников астролог должен работать так чтобы и свою карму этими долгами не попортить и у людей тоже чтобы карма еще более не ухудшилась а долговая карма это самое худшее более того даже им ну именно наши долги заставляют нас постоянно перевоплощаться в этот мир и вращаться в колесе сансары люди этого не понимают все ищут халявы а халява это путь в бедность халява это путь в долговую яму кармическую и рано или поздно потом будут проблемы с этим человеком Иисус Христос как сказал добрыми намерениями дорога в ад а меня сегодня обвинили с утра вы такая бессердечная вам не знакомо слово сострадание вы не хотите посмотреть мой гороскоп я говорю почему я хочу если вы оплатите мою работу и все мы сделаем как положено то я посмотрю а все девочки началось с того что с утра просыпаюсь ну беру телефон посмотреть сколько там время с утра ну и смотрю в инстаграм пришло сообщение от мужчины здравствуйте а вы астролог да? я говорю да а можно задать вопрос? я ему отвечаю да можно но смотря какой вопрос и он задает вопрос а он присылает мне скрины якобы своей астрологической карты одна в западном стиле другая в восточном стиле в северном в южном стиле и спрашивает понимаете я собираюсь купить машину первую машину в своей жизни вы можете как астролог мне сказать какого цвета машину мне лучше покупать я говорю я могу сказать только это вопрос касаемо вашей карты вашей жизни вашей судьбы это личный вопрос а личные вопросы я рассматриваю на консультации а не так вот между прочим в инстаграме сижу и тут всем рассказываю какого цвета им трусы купить какого цвета машину купить я говорю это вопрос для личной консультации оплатите консультацию запишитесь на нее и я вам отвечу на ваши вопросы ну и тут понеслось вот да вам нужны только деньги да то да сё да это да то я говорю а вам что нужно а почему вы решили что вот вы можете написать и кто-то за бесплатно вас должен там обслужить вот если человек думает что его должны за бесплатно обслужить у меня вопрос кто жадный из нас двоих это во первых во вторых я ему говорю понимаете дорогой ваш гороскоп неправильно составлен прежде чем давать по нему суждение а он написал вопрос очень легкий а вы за него денег хотите я говорю а почему вы решили что ваш вопрос очень легкий это вам кажется что он легкий а чтобы видеть какого цвета купить машину я 27 лет училась плюс чтобы проанализировать гороскоп и понять все таки действительно какой цвет вам нужен машины потому что «цвет» имеет значение, девочки имеет цвет значения то есть и цве тоже имеет значение мне надо применить все свои знания нужно потратить время на изучение его гороскопа более того надо построить гороскоп я ему пишу во-первых говорю вопрос далеко не простой мне нужно построить ваш гороскоп правильный построить гороскоп мне нужно для начала вообще проанализировать надо вам покупать машину или не надо а потом уже говорить о цвете это для вас кажется все легко и просто а мне надо провести целую астрологическую работу несколько часов потратить на построение вашей карты потом еще на рассмотрение на анализ этой карты да на тему вообще надо вам эта машина или нет может вы потом благодаря этой машине попадете в аварию или эта машина будет постоянно ломаться и вводить тем самым вас в какие-то долговые истории да вам придется постоянно там ремонтировать эту машину залазить в долг чтобы отремонтировать эту машину ну что каждое каждый предмет в нашей жизни даже такой как машина он будет потом оказывать влияние на нашу судьбу более того благодаря машинам люди бьются в авариях насмерть а это все в гороскопе видно хорошая карма у человека на то чтобы иметь машину и с ней как-то взаимодействовать по жизни или эта машина может привести его к смерти или еще каким-то проблемам это же гороскоп все показывает на все же нужна карма на обладание какими-то вещами нужна карма хорошая карма но если это какие-то вещи которые нам нужны и чтобы они нам помогали в жизни даже вот машина допустим а потом уже только цвет смотреть потому что если изначально карма на машину очень плохая девочки да хоть какой цвет да хоть самый лучший он он вас не спасет если карма очень плохая на машину то цвет машины даже удачный для вас он все равно вас на сто процентов не убережет человек не зная меня не знаю что такое вообще джоти что начал уже меня это лить на меня гадость всякую да вот вы такая сика я вы только хотели вы жадная вы хотите только наслаждаться по жизни вы не знаете что такое духовное развитие там я при чем здесь это вообще во вторых кто сказал что духовное развитие духовный путь он должен проходить в какой-то нищете и бедности кто вообще вот это придумал ну я знаю кто конечно конечно тут кто хочет на халяву нас юзать тот и придумал что якобы ты что не духовный давай бесплатно живи с чего вдруг деньги это энергия созданная богом и создана она как раз таки специально для кармических расчетов между людьми чтобы не образовывались кармические долговые ситуации это нам только кажется что мы где-то бесплатно что-то получили рано или поздно нам все долги придется отдать причем еще и с накруткой еще и с процентами а люди сейчас так любят халяву ну так любят халяву но однако же еще никто не разбогател и веды говорят жадность порождает бедность а щедрость рождает богатство если человек ищет везде халявы не хочет платить за те услуги которые он которыми он хочет воспользоваться что он будет богатым но нет конечно и при этом он начал наносить уже на меня оскорбление еще еще не зная вообще ни меня ничего вот вы такая сякая да то да сё да что вам сложно посмотреть игра с чего вы решили что вы мне написали а я должна сейчас все дела свои отодвинуть все дела отодвинуть всех людей которые ждут своей очереди на консультацию до отодвинуть все свои домашние дела все свои женские кто-то все должна все отодвинуть и брать этот ваш гороскоп причем липовый гороскоп его исследовать сидеть и выдавать вам тот ответ который вам нужен я ему ответила бы дорогой ваш гороскоп неправильный во первых надо строить точный гороскоп во вторых не зная меня не надо судить меня кто вам вообще дал право а потом надо корректно пользоваться этими знаниями и для начала я говорю во первых это непростой вопрос надо правильный ваш гороскоп построить если вы хотите правильный ответ второе надо вообще исследовать карту на да и карму касаемо транспортных средств будет это вообще для жизни вашей хорошо или потом впоследствии эта машина разобьет вас и только в третью очередь смотреть цвет машины как у которой более лучше а это занимает время нет он начал со мной там спорить и говорить какая же я меркантильная и при этом говорит вы знаете я уже у десятерых астрологов спросил этот вопрос и все мне на него ответили и все ответили бесплатно а я ему задаю вопрос а что ответ 10 бесплатных астрологов вас не удовлетворил вы решили еще до меня докопаться а знаете почему он спросил 10 астрологов а я знаю почему потому что он один ему выдал один цвет машины так от фонаря написал от балды там белый второй астролог ему написал красный еще один астролог написал зеленый и он такой блин 10 астрологов 10 цветов а где же правда а дай-ка я еще вот 11 астролога пошарю понайду найду где-нибудь там у него спрошу почему разные цвета да потому что во первых гороскоп неправильный у человека построена это во первых они а а эти астрологи даже не удосужились своими собственными руками карту построить понимаете потому что что они будут бесплатно ему на него работать но нет конечно во вторых большинство ну практически 95 астрологов в наше время это реально шарлатаны девочки мальчики тарел на шарлатаны они не знают настоящей астрологии они знают вот эту такую бульварную астрологию вот которая сейчас это крутится везде в интернете такое знаете вот там бесплатные марафоны три месяца вот такое настоящих этих знаний они не знают но что эти знания настоящие они не дают совсем подряд они всем подряд не даются более того это надо еще иметь мозги такие чтобы понимать эту науку они все могут ее даже понять понимаете поэтому вот такая бульварная астрология она такая знаете вот очень спустили ее на очень примитивный уровень и такое как баловство просто как просто как баловство и тем отнимет а тем самым кстати еще и обессе ну как бы обесценили вот этим баловством обесценили эти знания очень обесценили поэтому он пишет и говорит на чуть вопрос простой давай чуть сложно что ли 8 утра понимаете чтоб я все кино и начала побежала его обслуживать вообще я поражаюсь вот поэтому когда люди вот так вот поверхностно что-то якобы пытались изучать типа астрологии поэтому ответы у всех разные и никто не удосужился сказать что дорогой надо точный твой гороскоп он такой вот мне там 10 астрологов посмотрели откуда вы знаете что мой гороскоп неправильный групп ну что знаю потому что вы мне прислали фото программ то есть он видать в какой-то программе сам забил свои данные программа выдала ему там якобы гороскоп он сделал скрин и мне его прислал что я поэтому скрину буду читать ему судьбу по поводу его машины а я проверила все программы которые существуют на данный момент времени вот эти все компьютерные программы я их проверила они все различаются девочки они все различаются каждая программа выдает абсолютно разный гороскоп ну по крайней мере разница в градусах положение планет это сто процентов вот возьмите там пять программ астрологических до одной на одно и то же время вот построите гороскоп и посмотрите все про у них всех разные положения градусов планет у них там очень много разных расхождений то есть понимаете ошибки ошибки выдает причем бывает очень колоссальные ошибки выдают это во первых плюс изначально там программа построена не в правильных системах даже не в правильной системе построена карта и что я это знаю видя к я даже знаю вот он мне сделал скрин а я знаю какая это программа вашу игру я перешерстила все программы в надежде найти более всего точную нету нету чуть-чуть там есть приблизительно одна программка есть который чуть 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 показывает точность более-менее так более-менее точно более-менее точно показывает просто градусы планет но не более систему которой надо считать она не показывает какие надо брать изначально за расчеты координаты эклиптики она не показывает лунный день который будет она не показывает она выдает один на на один день больше вставлять ошибка на целые сутки ошибка на целые сутки и он не тычет присылает скрин такого гороскопа и когда я говорю нет надо вот во первых на консультацию вторых все правильно сделать если вы хотите действительно получить ответ на этот вопрос если он для вас важен я получаю кучу оскорблений и то есть меня оскорбляют и как астролога и как личность просто да ты такая сика и а где же ваше сострадание игру какое сострадание пишет мужик который хочет покупать машину его интересует вопрос какое тут у меня должно быть сострадание а у него нет сострадания камни поиспользовать труд женщины поюзать астролога у него нет сострадания понимаете вот эти любители халявы девочки вот честно я от них уже очень устала и натерпелась очень на терпелась за всю свою жизнь потому что поначалу когда у меня не было всех знаний как проводить консультацию и вообще кому что делать бесплатно не делать я ж такая думаю мы надо всем помогать всем помогать боже все такие несчастные все такие несчастные все придут и все как один плачутся какие они несчастные как денежек у них нету и помогите помогите она помогалась так на помогалась что потом эти же люди которыми я делала вот это все бесплатно и так далее. Минимум это оскорбление. Максимум делали мне еще всякие гадости. Всякие гадости мне делали. Два брака моих развалили. Эти девочки, тетеньки, которые бегали. Ой, помоги. Потом так мне наделали в жизни. Благодарности черных. А почему? А потому что ничего бесплатного в этом мире нет. Если человек ваш должник, потому что на халяву попользовался, он должник. Он вам должен. Чем он вам отдаст? Чем он отдаст? Деньгами он не захотел вам платить. Чем он вам отдаст? Каким-то своим поведением отдаст. А зачастую это какое поведение? Очень плохое, которое приносит нам проблемы. Поэтому Иисус Христос сказал добрыми намерениями дорога в ад. Поэтому не надо на халяву всем бегать, помогать. Плюс это просто люди, которые не уважают ваш труд, которые просто захотели вас поюзать. А раз они вас не уважают, а должниками вашими стали, то как они вам отдадут? Проблемами отдадут. И мне всегда отдавали. Потом уже мой учитель мне рассказал, что к чему и к чему приводят. Потом вот бесплатные консультации. Не только, кстати, у астролога. В любой профессии. Наверняка, девочки, вы сами живете много лет, кто там живет. И у вас по работе, вот если кто вас когда просил о бесплатных ваших каких-то профессиональных услугах, именно потом, скорее всего, с этими людьми у вас были проблемы. Это сто процентов, я знаю. Редко, очень редко. Один, может, человек на сто. Один человек на сто, который оставался, может быть, как-то благодарным. И то, как он оставался благодарным. Он потом может быть чем-то вам хорошим, может, подарок вам какой-то сделал или еще что-то. Но это, я говорю, это даже не то, что один человек на сто, это один человек на тысячу. Поэтому вот так вот, видите, не хотела жаловаться, но чуть-чуть пожаловалась. Ой. Так, поговорить с вами. Понимаете? Цвет машины. То есть, понимаете, ему надо выбрать цвет машины. А я, значит, должна с самого сороняка, говорится, подскочить, отодвинуть все дела и вот за бесплатно, так сказать, его обслужить, чтобы он себе цвет машины выбрал. Вообще, я поражаюсь. Ну, вот так вот. Так, девочки, ну, вот мы и поговорили. Давайте посмотрим, как помада после этого разговора 15-минутного. Сохранилась она или нет? Девочки, ну, как вы можете видеть, вот 15 минут я поговорила, помады практически на губах уже нету. Губы увлажнились. Тинт остался такой, ну, красивый, в общем-то, тинт. Не ярко барбишный розовый, кукольно-розовый нет, а просто такой малиновый цвет, как будто помада. То есть он сейчас выглядит больше такой, как... Знаете, как выглядит? Как будто натуральные губы только свои и лучше. Самой помады нет, она и впиталась, и, видать, как-то съелась в процессе вот беседы. Но губы имеют, как вы видите, оттенок, но на камере он более яркий. Без камеры он чуть-чуть приглушеннее, чем на камере. Но оттенок, вот этот тинт, он такой малиновый цвет, красивый такой рубиновый, малиновый цвет, не ярко-розовый, нет, а просто такой малиновый красивый цвет. Очень хорошо. В общем-то, мне такое и надо было. Когда помада слазит, допустим, ну, если она не матовая, да, стойкая, то мои от природы почти бесцветные губы, они вот такие бесцветные. Какие-то где-то остатки на губахе. Оно выглядит не очень симпатично. А вот. А когда помада вроде бы сошла, ну, видите, весь тинт остался, то есть по всем губам они затинтовались. Но оттенок, как вы видите, он такой не кислотно-розовый, да, а просто такой малиновый, красивый. Оттенки губы выглядят в порядке. Так что надо присмотреться к этой помаде и, наверное, надо ее всегда покупать регулярно. Мне она подходит для моих, чтобы губы увлажняло и чтобы губы были затинтованы тинтованы таким вот малиновым цветом, красивым. Ну, вот так вот, девочки. Спать уже хочется. Ну, все. Давайте тогда будем закругляться на этот раз. Чуть-чуть поворчала, повозмущалась. Ну, просто вам рассказала, вот, что у меня происходит. Потому что, я говорю, часто, вот, особенно у нас в стране, люди не в курсе, что такое астрология, что это за наука, как она полезна людям, о чем эти знания, что могут дать эти знания, понимаете, что такое работа со своей судьбой, то есть, что такое работа с кармой, как эти знания реально помогают эту карму изменить, потому что две вещи делает Джотиш, астрология. Она ставит диагноз в судьбе, то есть, ты видишь, какая судьба у человека, второе, 50% знания этой науки, это то, как эту карму изменить, решить, изменить, решить свои проблемы, потому что до тех пор, пока проблема кармическая, ну, не будет решена, она будет преследовать человека всю жизнь. Вы понимаете, да? И даже, как покупка машины, это очень, это для него простой вопрос, на самом деле, это очень серьезный кармический вопрос. А если ему вообще, этому мужчине, нельзя иметь машину, ну, как нельзя, неблагоприятно, может быть, благодаря машине, у него потом куча проблем будет. А вот он слышал, что, ну, цвет можно посмотреть, машину, ну, можно посмотреть даже цвет, во-первых, какой будет цвет машины, и какой более благоприятный, можно посмотреть. Но самое главное, это не цвет, а вообще, надо тебе эта машина или нет, может, она включит плохую карму какую-то, и ты там в аварию попадешь. Понимаете? Если карма на машину плохая. У меня были уже такие вопросы по машинам. У меня как-то семейная пара пришла, а мы что-то смотрели другие дела, касаемо недвижимости. А вот, я говорю, а с машиной-то что? С машиной проблемы есть? А они такие говорят, да нет, вроде бы все в порядке, нормальная машина, а я говорю, нет-нет-нет, там что-то с машиной не в порядке. Гороскоп показывает, что там есть какие-то проблемы, и они скоро обнаружатся, через два месяца я что-то так сказала. Они такие, да нет, мы уже там несколько лет ездим на машине, все хорошо. Я говорю, ну пока все хорошо, карма же не всегда, не в первый же день показывает, ну как бы включается, да, негативно. Я говорю, изначально у вас видно, что у вас будет машина, но с машиной будут какие-то трудности, и машина сама будет проблемна, и трудности потом какие-то из-за нее, ну какие-то проблемы. А они такие, да нет, пока ничего нету, вот типа пятый год ездим, я говорю, ну посмотрим. Говорю, вот эта карма включится через два месяца, посмотрите потом. Проходит два месяца, звонит мне эта женщина, я говорю, Джая, вы представляете, да, действительно, у нас сейчас проблемы с машиной, вот это время пришло, у нас проблемы. Я говорю, а что случилось, представляете, вот это время, о котором вы сказали, произошла у нас авария, небольшая авария, ну произошла авария, вот, мы отправили машину в сервис, вот, там ее, когда разобрали, то увидели, что, а, выяснилось, что эта машина находится уже, эти пять лет, как раз таки в угоне, в угоне эта машина находится. Эти, кто там сообщил, короче, в милицию, что нашлась эта машина, которую ищут пять лет, которая в угоне, и у нас теперь, вот, нас гоняют, в эту полицию, короче, выяснять вот это все, каким образом мы получили эту машину, кто нам ее продал, и все такое прочее. Вот, пожалуйста. А люди пять лет ездили. А в карте уже видно, что машина какая-то будет такая, не очень хорошая, и из-за нее будут проблемы. И, конечно, там же время всегда показано, там время всегда показано, в какое время будет реализовываться, либо хорошая, либо плохая карма, касаемо любого предмета, недвижимость, машина, замужество, дети, работа, карьера, финансы, ну, все. Гороскоп – это космический паспорт человека. В гороскопе записана карма человека, о разных его сферах жизни, абсолютно о разных сферах его жизни, обо всем. А люди думают, это так. Ну, просто, ничего вам жалко, просто посмотрите. Ну, я могу посмотреть пять минут, и за эти пять минут я уже много чего вижу. Но, чтобы за эти пять минут много чего увидеть, девочки, я джотиш, я астрологию изучаю, вот уже 28-й год пошел. 28-й год. Чтобы за пять минут видеть, я 28 лет учусь. И дальше еще надо куча учиться. А люди думают, ой, что тебе тяжело, возьми, посмотри. Тут дело вопрос не в том, тяжело или не тяжело. Дело вопрос, сами эти знания, ценность этих знаний, и сколько надо было сил приложить, чтобы эти знания вообще получить. Просто у нас люди, они не ценят чужого труда. Вот свой труд они очень ценят, чтобы потом машинку себе купить. понимаете, да? А другой человек, чтобы на халяву их пообслуживал. Ну, ладно, девочки, не буду дальше. Это самое то, я уже не хочу об этом говорить. Просто такие, знаете, будни-будни, рабочие-будни-рабочие ситуации астрологов. Я уверена, люди, которые работают в этой области, у них такие же истории есть. Один в один. Один в один. Ну, ладно. Это, как говорится, профессиональные такие дела. В каждой профессии есть свои какие-то проблемы. Но у нас такая проблема. Люди не понимают, что это за знание, не понимают ценности этого знания, не понимают ценности человека, который обладает этими знаниями, не понимают, как держать субординацию с таким человеком. Ну, и так далее. Ну, ладненько, буду на сегодня с вами прощаться. Макияж мы сделали. Палетка шикарная. Увлажняющий бальзам для губ. Классный. Потому что вот бальзам вроде бы сошел. Все, ничего нету. Ну, то есть вот этой влажности, вот этого масла всего нету. Губы имеют вот такой красивый рубиновый, такой малиновый цвет. Вообще супер. Я даже не ожидала, что будет такой цвет. То есть он более так естественно, красиво смотрится. Классно. Значит, буду ту помадку еще раз заказывать. Ну, все, дорогие мои. Ой, спать хочется. Почему-то. Все, всем всего доброго. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфирах. Пишите все, что вы думаете по поводу косметики, по поводу моих монологов в комментариях. Всем по возможности буду отвечать. Я всегда отвечаю. Девочки, я очень взаимный человек. Если мне человек хоть что-то написал, я ему тоже хоть что-то напишу. Могу не ответить, если реально занята. Вот реально занята. А так всегда отвечаю. Все, что могу ответить. Вот. Все. Всего доброго. Ой, 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 ой. Все. Всех обнимаю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok